Итак, далее мы продолжаем реализовывать данный проект. Я немного уменьшил ширину наших окон, так как немного не подресчитал, да, у нас запись идет в интерактивном режиме, то есть этот проект я обдумываю в реальном времени и, соответственно, сразу моделирую, и вы это все смотрите в реальном времени. Поэтому мой мозг немного не выдержал, немного глюкнул, поэтому ширину я поставил достаточно большую. Сейчас я ее переделал, теперь она нормальная, и мы можем размещать теперь все элементы, данные элементы по кругу. Но перед этим нам необходимо наложить соответствующие материалы на все элементы, чтобы сейчас не тратить много времени на создание собственных материалов. Я, во-первых, перейду в изолированный режим в окно проекции Front, разгруппирую все эти стекла, пока удалю одну часть окна, и открою, найду свою коллекцию материалов, и скопирую в папку Material Libraries, скопирую, соответственно, те материалы, которые мы будем с вами использовать. Material Libraries. Здесь, например, вот коллекция материалов для экстерьера, соответственно, я копирую, может быть, и пригодится для интерьера, поэтому копирую оба файла, весит они достаточно немного, поэтому всего по 600 килобайт, вот это метр триста, это 600 килобайт, поэтому много в памяти мы не потеряем. Как экспортируется, импортируется любой, как импортируется любой материал в цену. В цену очень просто. Для этого нам необходимо открыть редактор материалов. Редактор материалов находится на панели инструментов. Четыре разноцветных шарика, либо с помощью горячей клавиши M. Я открываю редактор материалов. Сразу настроен.